О чем я хотел бы сегодня сказать вам в двух словах. О ситуации, когда человек переживает о том, что его куда-то не позвали, куда-то не пригласили, чувствует себя отверженным, получает отказ. Допустим, подает заявку куда-то, и ему приходит отказ. И человек переживает, как же так, почему меня не позвали, и все такое. Значит, что мы здесь видим? Ну, здесь, конечно, работает с одной стороны стадный инстинкт. Человеку хочется принадлежать какому-то кругу людей, и он всячески стремится туда попасть. Но надо ли ему это на самом деле? Давайте разберемся. Какова цель нашей жизни? Правильно, самопознание. Самопознание – это важная вещь. Когда вы познаете себя, огромный мир, окружающий вас, то вы не испытываете никакой потребности в том, чтобы принадлежать какому-то кругу людей, или к событию, или мероприятию. Вы уже принадлежите миру. Вы уже принадлежите огромной культуре, истории человечества, человеческой мысли и так далее. Я купил 20 коробок книг. И они, ну, 70-80% этих книг – это шедевры. Я их читаю время от времени. Мне никогда не скучно. Никогда. И я понимаю, что, по сути, ничто, ни одно мероприятие не может сравниться вот с теми знаниями, которые есть в этих книгах, с той информацией, с теми открытиями, достижениями человеческой мысли, человеческого разума и так далее, и так далее. И мне никогда не скучно наедине с собой. Я никогда не чувствую себя одиноким. Потому что я всегда обращаюсь или к себе, или к своему подсознанию, или к своему огромному, богатому внутреннему миру, или к миру внешнему, вот к этим носителям информации и жизни. По сути, книга что? Ты открываешь книгу, и там открывается тебе огромный мир. И вот что происходит. И ты пускаешься или в путешествии, или следишь за ходом мыслей великих людей, и так далее, и так далее. То есть, по сути, когда вы куда-то рветесь на какую-то тусовку, по сути, вы даете другим право вас оценивать. И это говорит о вашей низкой самооценке, о ваших ложных убеждениях, о ваших комплексах и тому подобное. Конечно, эти проблемы психологически надо решать. И решив их, вы станете самодостаточными людьми. Вот здесь важная тема самодостаточность. И вы начнете притягивать к себе свой круг общения своих людей. Людей, которые будут такими же, как вы. Интересными, содержательными, наполненными внутренне. Душевными, и так далее. Вам уже не нужно будет плясать под чью-то дудку. Соответствовать какому-то кругу, каким-то людям. Пытаться им понравиться, искать у них одобрения, и так далее, и так далее. Вы станете свободными людьми. Нет или главное. Свободными людьми, у которых будет свой круг общения. Близкие по духу люди. Единомышленники. Вот, что я хотел сказать вам сегодня. Это послание я адресую конкретному человеку. Он, я думаю, догадается. Но это многих касается. Потому что многие люди переживают, что вот, как-то где-то что-то... Не клеятся какие-то двери для них закрыты. Куда-то их не пускают. И вроде бы чувствуют себя на обочине общества, маргиналами, и так далее, и так далее. Так могут чувствовать себя люди с бедным внутренним миром. Нищие духом, выражаясь евангельским языком, люди же, для которых то раскрытие своего творческого принципа интеллектуальное, извините, духовный рост, не пустой звук, а практика, ежедневная практика жизни. Конечно, они не чувствуют себя отверженными, они не чувствуют себя брошенными, там, покинутыми кем-то. И им не скучно, не скучно, им интересно с самими собой. Вот, я с удовольствием читаю книги. Это безумно интересные истории жизни. Я буду об этом рассказывать, тоже это и философия, и психология, и всякие приключения, биографии, великих людей, и так далее. Вот, с кого надо брать пример, и у кого надо учиться, и на кого надо равняться. Мы живем в мире симулякров. Мы живем в мире подтасовок, фальсификаций, в мире подделок. И люди не живут своей жизнью, люди живут чужой жизнью. Они пытаются, как бы, соответствовать моде, тренду, каким-то политическим движениям. Но это все пустое. Это за этим, за всем... Это все маскировка пустоты. И я был на многих тусовках, и я знаю, о чем я говорю. Это действительно пустота за всем, за этим. Вот. И настоящее, подлинное общение, оно общение между душами, между интеллектуально развитыми людьми, между единомышленниками, между людьми, которые мыслят независимо. И вот это независимое мышление, это самое главное, это самое интересное. Это есть борьба... Ну, не борьба, ладно, мы не любим это слово, ни с чем мы не боремся, но это антиэнтропия. Когда вы становитесь личностями, вы, по сути, вот, умножаете информацию, делаете мир интереснее, свою жизнь, главное, вы свою жизнь делаете интереснее. Ну, и потом, чью-то жизнь тоже. Я вам очень благодарен за ваши лестные отзывы. Мне очень приятно их читать, что вы меня поддерживаете, вам нравится, что я говорю, вы это цените, и вам это помогает. Те, кто критикует, я игнорирую, если критика не аргументированная, а если она выходит за рамки моего, скажем так, ну, допустимой мной не аргументированной критики, то я просто человека блокирую на канале, он просто не не получает больше доступа к нему. Вот. И таким образом я решаю проблему как этого человека, чтобы он не тратил свое время бесценное на энергетический вампиризм и вот эту вот эмоциональную наркоманию, и время других людей, чтобы они это не 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 тратили время на чушь, на собачью чушь, и тоже привыкали к тому, что к качеству жизни. А качество жизни, конечно, это критическое мышление, и это аргументированная критика, да? Вот для чего это все делается. Пожалуйста, задавайте вопросы, придумывайте темы, на которые вы бы хотели услышать мнение мое и обсудить со мной эти темы. Вы очень поможете, если будете распространять наши ролики, ссылки на эти ролики, давать в своих соцсетях, на своих страницах, в своих хронике. Это сделает наш канал более популярным и привлечет больше народу, и соответственно, поможет большему количеству людей. Спасибо вам за внимание, всем хорошего дня.